У меня осталось буквально пару минут. Ребята, я очень счастлива. На самом деле, просто я понимаю, что буквально 8 минут, и мне уже 16, я просто не верю. Это такой возраст, на самом деле. Помню, как я только говорила маме, что, господи, до моего дня рождения еще целых два месяца, еще столько ждать, еще целое лето впереди. А ты понимаешь, что вот уже 8 минут, и все, и я уже буду 16-летним, Марго. На самом деле, я очень благодарна 15-летнему возрасту за то, что я так продвинулась в плане инстаграма, в плане какого-то творчества, скажем так. Я очень рада, что я всем этим занялась. Я очень рада, что сейчас есть люди, которым нравится то, что я делаю, которые меня поддерживают, которые пишут приятные слова и критику тоже. Я просто, я очень-очень вам всем благодарна. Я надеюсь, что 16 лет будет не менее, не менее, не менее яркими и сочными. На самом деле, это видео, мне все равно, какое оно будет в плане, там, творчески снята, не творчески снята, мне все равно, как это, мне все равно, потому что я хочу, чтобы это видео просто всегда напоминало мне об этом вне, потому что я очень люблю день рождения, я очень люблю этот праздник, и я очень хочу, чтобы просто это видео было душевным, чтобы оно передало те эмоции хотя бы на половиночку, которые я сейчас испытываю. Первое поздравление в 9 утра. А по-моему, Эльза приехала, потому что она мне позвонила и просила меня выйти. Смотрите, смотрите, кто... Господи, какие классные шарики, смотрите... А вот там идет еще Марго, меня поздравляет. Просто я думаю, она будет против, что я буду ее снимать, так что просто вам скажу, что вот там Марго идет. Вот, где она? Вот Марго. Блин, ребят, на самом деле я сейчас очень классно выгляжу, потому что я после моря очень устала, но у меня просто там не было времени снимать, и, честно говоря, было особо нечего. Благодарна всем тем ребятам, которые мне позвонили, которые мне просто сказали, что я их вдохновляюсь. Я не знаю, и серьезно, я никогда... Я вот просто даже год назад не могла подумать о том, что будут такие люди, которые просто мне позвонят из другого города, из другой страны и скажут мне, что они меня знают, что они меня любят. Это настолько приятно, серьезно. У меня просто сейчас очень много эмоций, и меня уже зовут кушать. Я очень счастлива сегодня. И хоть я не праздновала там супер с друзьями, у меня не было какой-то там супер какой-то супер громкой вечеринки, но то, что просто я услышала много приятных слов, то, что я просто была в компании дорогих мне людей, то, что меня окружало тепло, забота и какое-то, не знаю, чувство любви, это, наверное, самое главное, и то, что я правда хотела от этого дня. В общем, Гарис, я приехала домой, и мои ребята, любимые, самые сладкие, пришли меня поздравлять, но я была тогда на море и не могла просто принять этот сюрприз. Очень-очень-очень много разных сладостей, все мои, кстати, самые любимые, и шарики, и бабочка. В общем, блин, я вас очень сильно люблю, спасибо большое, вы смотрите это видео сто процентов. В общем, я пришла домой, и мы должны были сейчас поехать с Лерой куда-нибудь, типа, в Аркадию, там что-то потусить, типа. Но просто папа сказал, что там опасность сейчас и все такое, поэтому я все время просто поеду в центр. Я очень надеюсь, что я кого-то встречу из знакомых, потому что я очень сильно хочу в свой день рождения и с кем-то встретиться, и с близких друзей, ибо я вообще сегодня никого не видела. Вот. Так что да, вот. Все, Карик, ты счастливый, я снял с тобой билез? Да, да. Леша! Я несчастный, я туда, я счастный. Я с моргой. Все, да. Видите, куда мы идем? Леша, все, у тебя не получилось, у тебя не получилось. Как я провожу вечер, сегодня рождение. Почему? Что мы делаем в какой-то лабирейке? Я не знаю, наверное, уже мой день закончился, потому что... Так, я не могу, мне нужно телефон садить зарядки, потому что, наверное, 0-1 или сколько. На самом деле, я сегодня очень счастлива была. Очень счастлива была от того, насколько вы меня поздравили. Это было так прекрасно. Меня приехала поздравить Эльза, Марго. Меня приехали поздравить близкие ребята, друзья. Маша, Юля, Лена, Андрей, Сережа. Я вас очень сильно всех люблю. Спасибо огромное всем, кто меня поздравил лично и кто просто позвонил. Ребята, когда вы мне звонили, говорили, что привет, Марго, я тебя читаю на Аске. Привет, Марго, я там с Хмельницкого, Харькова, с Киева. Я просто сижу и понимаю, насколько это круто. Вот сейчас я сижу на этом месте, ну, в своей комнате, на кровати. И я помню, как год назад я брала мамин планшет, ну, как бы наш планшет, и просто, ну, снимала видео, я такая думаю, вдруг когда-нибудь я буду там каким-то блогером или просто там у меня что-то получится в этой сфере. И вот я буду так сидеть и снимать видео. И я заранее придумала речки, сидела такая, всем привет, завтра я уезжаю там, куда-то, не знаю, завтра я еду в Европу. И вот у меня такое настроение, и вот-вот-вот. Вот, короче, я просто помню, как я реально записывала, готовилась к этому, хотя я вообще, у меня не было ни канала, никакого там инстаграма, то есть у меня ничего не было, я просто, просто у меня вот была какая-то мечта внутренняя, и я просто вот сидела и делала вид, что как будто я блогер, и как будто там кто-то меня смотрит, и типа, вот, я снимала видео. Ну, я никуда не вставляла, понятное дело, просто чисто для себя. И сейчас я понимаю, что прошел ровно год, ну, может быть, чуть больше, и я сижу, и я реально записываю видео на канал для реальных людей, которые будут меня смотреть, для вас, и просто у меня такое настроение суперское, серьезно. Я очень счастлива. Я очень счастлива за то, что какие-то мои мечты исполняются, то, что я ходь на шаг, но я приближаюсь к тому, чего реально давно хотела, о чем реально давно мечтала. И я не знаю, ребят, насыщенно это получился влог или не насыщенно, потому что на самом деле я старалась в этот день ловить момент и не ходить постоянно с камерой, потому что, знаете, когда я с семьей, там кто-то говорит тост, и не знаю, все такое какое-то душевное, мне ходить с камерой, и «ребята, ребята, я снимаю вас», было очень удобно и неловко на самом деле. Но я снимала все, что могла, и я очень надеюсь, что этот влог выйдет приятно. Я просто хочу смотреть его, вспоминать все, как было сегодня. И я помню, как я проснулась утром, и такая думала, «Господи, у меня весь день впереди, у меня 24 часа, чтобы просто отметить и быть счастливой». И сейчас я уже сижу и понимаю, что все, мой день прошел. Но он правда стал того, правда. Я очень счастлива сегодня, несмотря на то, что я не встретилась с друзьями, не праздновала с друзьями, все равно этот день был просто идеальным. Потому что я была в кругу семьи, в кругу близких людей, которые пришли и поздравили меня. И это настолько круто, что правда есть люди, которые готовы быть в этот день рядом. И знаете, просто даже тот возраст, если когда мне было, наверное, лет 12-13, я думала, «Боже, это день рождения, столько подарков», то сегодня я вообще не думала о подарках. Не знаю, как-то вот, ну там, приходит человек дарит подарок, и говорит, когда спасибо, что я кладу его, и просто и все, и забываю то, что мне что-то подарили. Потому что как-то мне, наверное, стало важнее больше внимания, заботы, просто какой-то смс с днем рождения. Это все стало как-то намного дороже, теплее, чем что-то материальное. Я очень надеюсь, что я в августе поеду в Киев, очень надеюсь. И я очень хочу снять видео в Киеве, и хочу снять блог, хочу снять еще что-нибудь такое прикольное, может быть, творческое. Короче, я очень хочу, чтобы в августе у меня был тоже месяц творчества, потому что потом начнется школа, учеба, и 11-й класс, и поэтому я хочу вот летом просто уже отдохнуть на соточку. Я очень надеюсь, что мои видео будут вас радовать дальше. И просто спасибо вам за то, что вы смотрите мои видео, и очень много ребят, когда звонили, говорили, что они любят мой канал, и мне просто очень приятно. И на самом деле я понимаю, что сейчас я очень много говорю, и, наверное, этот разговор дольше, чем сам блог о дне рождения, ну, я имею в виду вот та часть, где я показывала, что я делаю. И, наверное, это хорошо, потому что я очень хотела записать разговор на видео, и сейчас мне прям вот какой-то, знаете, вечер откровений. То есть я говорю, говорю, и вот просто уже, наверное, видео пятое по 50 секунд. Не знаю, где буду это монтировать, но это не столь важно. Я вас очень сильно люблю. Целую всех! И, да, ребят, спасибо огромное всем. Я хотела вам сказать, что я правда вот сегодня поняла, насколько я ценю все, что я имею. Насколько, знаете, вот, да, там многие говорят, какая разница, сколько лайков в Инстаграме, какая разница, там, сколько у тебя подписчиков, это все не важно. Да, я понимаю, что есть что-то там намного важнее, но сегодня, когда вы мне звонили, поздравляли, говорили настолько приятные, теплые слова, даже, ну, не знаю, мне лично, когда вы просто писали мне вот такие поздравления огромнейшие, наверное, люди, которых я знаю, некоторые столько не писали, когда вы, там, просто звонили из других городов, из других стран, из других операторов. Мне просто настолько приятно, настолько приятно, что есть люди, которые просто, даже не знаю, мне лично готовы делить мне время, готовы меня поздравить. Я понимаю, что нет, это не что-то пустое, то есть это правда очень важно для меня, я это очень сильно ценю. Я очень рада, что вот за год у меня получилось как-то вот этого достичь, и я надеюсь, что в 16 лет я достигну еще чего-нибудь, может быть, даже в два раза больше. Очень хочу, чтобы все получалось, и чтобы все было хорошо. Я ловлю свои 16! Субтитры сделал DimaTorzok